Спарта-кола Счастливый случай Да, счастливый случай это и есть счастливый случай Другими словами не скажешь Понятно, а вы имеете ввиду счастливый случай вообще или наше телевизионное шоу Викторину? Шоу Викторину в частности Понятно, приятно, спасибо Ну а вы скажите нам, пожалуйста, для чего, по вашему мнению, нужен счастливый случай? Интересная передача Поучаствовать, знать много-ного Спасибо большое Ну а по вашему мнению, для чего нужен счастливый случай? Узнаю много нового из передачи На многие вопросы раньше не мог найти ответа, а сейчас могу Молодец! Такое впечатление, что человек готовился несколько лет к этому ответу Скажите, по вашему мнению, зачем нужен счастливый случай? Вот эта дама у нас уже играла Уж она-то нам точно все расскажет Ну я отвечу необычно Не как все предыдущие до меня отвечали Мне прежде всего нравится, что программа семейная И я вас уверяю, что она много внесла Многое дала нам с моим мужем для укрепления семьи Мы смотрим ее всей семьей Роемся в книгах Ищем ответы на вопросы И мне кажется, дружнее нашей семьи нет Дорогие друзья, я думаю, что этот опрос можно было бы проводить бесконечно Вот сегодня, между прочим, утром, когда я шел на записи этой телевизионной шоу Викторины Я себе вновь задал этот вопрос И позволю себе на него тоже ответить И я стопроцентно уверен, что этот ответ тоже будет правильным Знаете, для чего он еще нужен? Для того, чтобы попробовать взглянуть на себя несколько с другой стороны Ну что ж, а у нас, разумеется, сегодня так же, как и всегда, впереди игра И потому сегодня попробуют взглянуть на себя несколько с другой стороны Две команды Одну из которых я сразу же приглашаю на сцену Итак, команда семьи Филатова Город Москва Глава семьи Татьяна Исаевна Инженер-программист Ее муж, инженер-электронщик Николай Юрьевич Филатов Их невестка Татьяна Ковальская Аспирант-геохимик И еще один аспирант-геохимик Муж Татьяны И сын, соответственно, предыдущих членов команды Андрей Ковальский Ну в том, что эта команда сегодня попробует взглянуть на себя под совершенно нетривиальным ракурсом Нет совершенно никаких сомнений По той простой причине, что впервые семейная команда Филатовых Выходит на эту сцену в ранге члена международного семейного клуба «Счастливый случай» Ура, Филатовые! Минута пошла Место на планете, где дуют только южные ветры Северный поле Верно, маленькая посылка Бандероль Бандероль, что случается с бамбуком после цветения? Умирает Верно, его плетью не перешивешь Обух Обух, правильно Заменитель разума у животных Инстинкт Инстинкт, верно Старорусское название скучного дела Докука Мещанский цветок, вновь вошедший в моду Герань Фикус Самый известный зайка Побегай Киркоров Киркоров, правильно Прежнее название природы Натура Натура, правильно Основа любой дилеммы Противоречие Противоречие, выбор, скорее Кем становится человек, обратившийся в суд? Исцом Исцом, верно Аэродром для вертолетов Вертолетная площадка Вертодром Он называется Американский сатирик Назвал это чувство тещей Которая постоянно живет с вами Юмор Совесть Что, по мнению писателя Бови Остается, когда потеряно все? Надежда Будущее Кукла для демонстрации одежды Можно ответить Манекен Совершенно верно И браво, Филатовы Ибо започевать на лаврах Как я сказал Им не удалось И они блестяще отыграли этот гейм Но их соперниками сегодня будет команда Для которой выходить в этом статусе Уже, конечно же, не впервой Ибо эта команда стала одной из первых Кто открыл вообще существование Нашего международного семейного клуба Итак Команда семьи Нижник Город Мытищи Глава семьи Валерий Васильевич Переводчик с испанского И португальского Его жена Елена Владимировна Чеботарева Преподаватель русского языка и литературы И сын Студент Московской милицинской академии Андрей Валерьевич И, наконец, брат Юрий Васильевич Нижник Инженер-электрик Ну и, наконец, есть Пятый член команды Анна Валерьевна А Анна уже ученица шестого класса И ее теперь даже как-то неловко называть Талисманом Поскольку я боюсь, что она теперь просто Является активным подрастающим членом команды Итак, гейм первый и первый вопрос Место на планете, где дуют только южные ветры Антарктида Антарктида Нет, Арктика, тогда уж Маленькая посылка Бандероль Верно Что случается с бамбуком после цветения? Умирает Умирает, верно Его плетью не перешибешь Обух Обух, правильно Заменитель разума у животных Инстинкт Инстинкт Инстинкт, верно Старорусское название скучного дела Тягамутина Да кука Мещанский цветок, вновь вошедший в моду Герань Нет, не герань Фикус, герань не вошла Самый известный Зайка Степашка Кто? А, Степашка, можно Или Киркоров Прежнее название природы Натура Натура, правильно Основу любой дилеммы Дальше Выбор Кем становится человек, обратившийся в суд? Исцом Верно, аэродром для вертолетов Площадка Вертодром Американский сатирик назвал это чувство тещей, которая постоянно живет с вами Ревность Совесть Что, по мнению писателя Бови, остается, когда потеряно все? Можно ответить Надежда Будущее Браво этой команде И я думаю, что игра будет интересной А самое главное, что с помощью этих команд мы попробуем взглянуть несколько с другой стороны еще и на нашу телевизионную шоу Повторирую счастливый слух Ну и теперь, когда мы все заняли уже свои постоянные места, давайте попробуем взглянуть на первый гейм, так сказать, с другой стороны Со стороны счета И тишина главная, а что такое? Все там прикидывают, что-то, по-моему, очень здорово Пожалуйста, ваша первая заморочка Тринадцать Итак, заморочка за правильный ответ на которую вы получите один балл Около тысячи лет назад английский король Эдгар отдал шотландскому королю Кеннету кусок земли рядом с Вестминстерским дворцом в Лондоне Он потребовал, чтобы король Кеннет построил там резиденцию и посещал ее ежегодно, отдавая тем самым уважение к королевству Англии от лица Шотландии Король Кеннет построил себе дворец и жил там всякий раз, когда приезжал в Англию Как называется этот дворец? Скотланд-ярд 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 Этот дворец назывался Скотланд-ярд Скотланд-ярд Хотел сказать, что с вами неинтересно, но нет, с вами очень даже интересно Действительно, Скотланд-ярд Дело в том, что просто с 603 года дворец разделен на две части Большой Скотланд-ярд и средний И их стали использовать как правительственные здания Ну что ж, очередь теперь за филатами 7 Очень хорошо, вам 2 балла за правильный ответ Известно, что мера, которую применяют для взвешивания драгоценных камней, называют каратом Вес его составляет 0,2 грамма А вопрос такой, чему это соответствует? Почему именно 0,2 грамма? Пора, я думаю, на какой-то версии остановиться У нас есть версия, что это вес зернышка граната Про зернышко правильно, а про гранат нет Про сено, а почему про сено? Маковое зернышко, пусть будет маковое Маковое зернышко? 0,2 грамма, я думаю, оно гораздо меньше Ну начнем, приступим к опросу зрителей Пожалуйста Может это кофейное зернышко? Кофейное зернышко, а почему именно кофейное? Это довольно экзотическое растение Тыквенное Ну тыквы, это конечно экзотика Че уж там говорить Так, ну еще Киви Киви интеллигентно Но это, кстати говоря, близко Потому что это какое-то вот такое вот экзотическое Да, но не киви Может быть грейпфрутовое? О, вы эстет, молодой человек, эстет Нет, даже не грейпфрутовое А я уже давно готовился к этому моменту Не столь часто мне удается блеснуть эрудиции наших редакторов Слушайте внимательно За единицу меры Принята масса семян стручка рожкового дерева Каждый из которых весит 0,2 грамма Следующая заморочка для команды Нижних Двенадцать Один балл за правильный ответ О, святая простота Эти слова Ян Гус произнес в час своей казни Что он увидел такого, что заставило его ужаснуться? Старушка, которая наблюдала за казнью Яна Гуса Подложила дровишек в костер, на котором он должен был гореть Да, да, я догадывался, да Она, изнемогая от тяжести, притащила Притащила еще вязанку хвороста Да, чтобы подбросить его в костер Да, ну что, поехали дальше Следующая заморочка, разумеется, для Филатовых Четырнадцать Четырнадцать Ну, ничего вам не могу сказать в этот раз ни хорошего, ни плохого Потому что номер четырнадцать на этот раз означает мини-гейм Прошу Хорошо известно высказывание философа и математика семнадцатого века Рене Декарта Я мыслю, следовательно, я существую Во второй половине девятнадцатого века русский философ и историк Владимир Соловьев Несколько переначал это выражение в соответствии с основными принципами русской философии своего времени Гуманизма и нравственности Как вы думаете, как же звучит это высказывание по Соловьеву? Скорее всего, формула Соловьева должна была звучать следующим образом Я сострадаю, значит я существую Ну, в общем-то, где-то близко Но на самом деле он стыдился и, следовательно, существовал А вот в соответствии с современными нормами русской нравственности Если я нормально существую, то мыслить мне уже нет никакой необходимо Спасибо за вопрос, очень симпатичную версию Пожалуйста, продолжаем гейм Когда Наполеон занял Москву На следующий же день, уже обосновавшись в Кремле Он написал письмо своей драгоценной супруге И в этом письме он писал так В этом варварском городе 1600 церквей Откуда он взял эту цифру? Да еще на следующий же день Как он успел посчитать? Это кто? Наполеон Молодец У нас есть версия такая, что про Москву всегда говорили, что в ней 40 сороков То есть 40 умножить на 40 1600 Спасибо Спасибо Можно? Да, конечно Что ты ржешь, мой конь ретивый? Это и другие стихотворения из цикла «Песни западных славян» Александр Сергеевич Пушкин создал Основываясь на книге знаменитого французского писателя Проспера Мереме Книга эта называлась «Гузла» или «Сборник иллирийских песен», записанных в Далмации, Боснии, Хорватии и Герцеговине В письме к своему русскому знакомому Соболевскому Мереме пишет «Передайте, пожалуйста, господину Пушкину мои извинения Я горжусь и вместе с тем стыжусь, что мне удалось обмануть его О каком же обмане так сокрушался Проспера Мереме?» Дело в том, что Проспера Мереме не перевел на французский язык песни иллирийских крестьян Он их сам сочинил Какие два блестящих вопроса и два блестящих ответа Воистину, вот теперь, с какой стороны не смотри, а играют две наших клубных команды Пожалуйста, продолжаем гейм Вольтера спросили, в чем разница между красивым и прекрасным Что ответил Вольтер? У нас есть такая версия Что он мог бы сказать примерно так, что прекрасное – это абсолютно А красивое – это относительно То есть, каждым понимается по-своему Почти правильно, но точная фраза звучит так Красивое требует доказательств, прекрасное – нет На самом деле, вы знаете, с учетом неправильных переводов Но я не знаю, это ваше право, конечно, решать, правильно это или неправильно Предлагаем одну очку Ну, хотя, скажем так, ваш вопрос надо было точно знать Угадать ваш вопрос нельзя, который вы задаете Хорошо, можно одну очку? Добавить в команду Спасибо Так, следующий вопрос такой Директор Царскосельского лицея Егор Антонович Ангельгард С именем которого связан самый знаменитый пушкинский выпуск Долгие годы не терял связи со своими воспитанниками Много лет он переписывался с декабристом Иваном Пущиным Сосланным на каторгу в Сибирь Причем Ангельгард был единственным, кто подписывал свои письма Его благородию Ивану Ивановичу Пущину Это было в то время проявлением изрядного гражданского мужества Так как нарушало сразу два пункта указа Николая Первого Назовите, пожалуйста, что он нарушал Они были лишены прав в состоянии, поэтому не могли именоваться благородием Со второй переписка была только подсезурной, она была запрещена Нет, надписывал его благородие А это нельзя было делать Это ясно, а второе? А второе, в принципе, они не должны были писать Ну, во-первых, нельзя было обращаться к декабристам, сосланным В соответствии с их дворянским званием благородие или высокоблагородие Потому что они были лишены прав состояния и дворянства Это было первое нарушение, которое допускал Энгельгард А второе нарушение, в принципе, заключалось в том, что вообще нельзя было с ними переписываться В какой-то достаточно длительный срок Пока они были в крепости, а не на поселении Нет, он в Сибири на поселение писал Да, конечно Ну, а на самом деле как? Значит, указ этот гласил, во-первых, о том, что, ну, о том, что вы сказали Первое, это само собой разумеется, но необходимо было подписывать письма государственному преступнику Такому-то, такому-то Это предписывалось с царем А второе, осужденные декабристы были этим же указом лишены отечества То есть нельзя было писать отчество Может, было только имя и фамилия Спасибо огромное за этот вопрос И у нас, по-моему, еще один вопрос Пожалуйста Некто Флетчер, американец Живет в штате Миссисипи и владеет свалкой металлолома Ему туда свозят разные старые автомобили Он их сортирует, что-то перепродает И к нему туда поводились воры Каждую ночь они приходили и растаскивали этот металлолом Видимо, кому-то он тоже был нужен Он купил двух доберманов Эти доберманы не смогли ему ничем помочь Воры как ходили, так и продолжали ходить Наконец, он пробил этих доберманов и купил птицу Которая решила все его вопросы И распугала всех воров А какую птицу он купил? У нас такая версия, что он купил сову или филина Нет Он купил большого страуса, который бил этих Воров И был страшнее, чем любые доберманы Это сама была, потому что мышки, да, подразумевались Оказывается, воры были настоящие Спасибо огромное Ну вот мини-гейм у нас закончился У нас осталась еще одна заморочка от большого гейма Которую будут вытягивать филатовы Номер два Номер два В данной ситуации символизирует количество баллов, которые вы можете получить за правильный ответ В наш язык вошло много новых слов, не всегда приятных по смыслу Например, рэкет Но еще при Петре Первом была введена должность генерал-рэкет-мейстера Просуществовала она не так уж долго, но и сейчас нам не мешало бы ее ввести Что, по-вашему, вменялось в обязанности генералу от рэкета? У нас есть версия, что это ему вменялось собирать налоги Нет, вы... Или следить за сбором налогов Нет, 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 к сожалению, вы просто пошли прямым путем Не таким путем надо идти Пожалуйста, ваша версия Как вы это называете? А когда откладываете? Вот в такие дела, жалобы на что? На волокиту Точно, точно, я слова не могу вспомнить Ему менялось в обязанности принимать и рассматривать жалобы на волокиту Блестяще, да, абсолютно точно Абсолютно принимать и разбирать жалобы на волокиту Вот чем должен был заниматься рэкет-мейстер И этот блестящий ответ выводит команду семьи Нижник Вперед! Вот, собственно, на этом и заканчивается этот гейм Итак, у нас впереди третий гейм И это значит, что мы попробуем взглянуть на наш телевизионный шоу-векторину глазами людей Которые впервые выйдут сегодня на эту сцену для того, чтобы стать темными лошадками Признаюсь сразу, что это будет семья Ну, может быть, не вся семья, но, во всяком случае, значительная ее часть И я, в свою очередь, попробую эту семью представить тоже под несколько необычным ракурсом Итак, один из членов этой семьи, Митя, пока еще не определился, кем ему быть Пока еще он даже не мечтает о том, кем ему быть Но нет никаких сомнений в том, что он кем-нибудь обязательно станет Второй член этой семьи, Агриппина Никогда не мечтала стать актрисой Но, тем не менее, ей стала И, наконец, третий член этой семьи, который является между нами отцом предыдущих двух членов Мечтал поначалу стать футболистом Но не стал им А стал он актером Актером известнейшим, популярнейшим И, слава богу, что актером он тоже быть, вообще говоря, подумывал Словом, это прекрасная семья, которую возглавляет Владимир Стеклоп АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, здравствуйте Мы действительно новички в вашем клубе Поэтому то самое естественное волнение, которое, наверное, прочтется в наших вопросах Оно будет, наверное, простительно Мы рады приветствовать обе команды Ну и хотелось бы, соблюдая традиции вашего дома, приступить к вопросам Один из любимейших моих авторов Михаил Афанасьевич Булгаков С творчеством которого я, конечно, столкнулся вначале как читатель А потом И исполнитель двух ролей В начале В пьесе «Собачье сердце» Вернее, точнее сказать, в инсценировке Повести «Собачье сердце» Где я сыграл Полиграф-полиграф Чершарикова А потом А потом в кинокартине Которое, к великому сожалению, по, опять-таки, каким-то неизвестным, мистическим, скажем так, причинам Так и не вышло на экран Это картина мастера Маргариты Юрия Кары Где я сыграл Тоже фигуру, скажем так Обратническую, как и полиграф-полиграфчу Я сыграл Азазела Конечно же, известно Что в результате этой Операции, этого эксперимента Когда Дворняжки Шарику были Пересажены От Клима Григорьевича Чугункина Мужчины 25 лет Убитого в пьяной драке В трактире Яичники И гипофиз Шарика был Заменен гипофизом Клима Чугункина В результате Чего и получилось Это Странная Страшная Страшная фигура Как полиграф-полиграфч Шариков Хотелось бы узнать Откуда возникло Это Имя Полиграф Полиграфч Пожалуйста У команды есть Да Ну давайте попробуем Татьяна Исановна Мне кажется, что Он прочитал Афишу Ну, вывеску Афишу Встретил там это Название И Придумал этому Странному существу Такое странное имя К тому же Это была эпоха Когда Имена придумывались Вот Такие странные имена Странные и громкие Да, нет Ну, это Это как бы в ту сторону Но не совсем точно Я бы сказал Он Заглянул в календарь И увидел там Отмеченный День полиграфиста Совершенно справедливо Профессор Преображенский Сказал Боже мой Вы что Дурака валяете Когда полиграф Полиграфич сказал Я хочу называться Полиграф Он говорит Нет Откуда вы взяли Такое имя Он сказал, что По календарю искали Домком посоветовал Какое тебе Такого не может быть Он говорит Может У вас Смотровой висит 4 марта Празднуется День полиграфии Спасибо Вы совершенно правы Спасибо Следующий вопрос Я предпочел бы Дать слово Вот Агриппине Дочери Пожалуйста Дело в том Что Я Безумно Люблю Известного Всеми драматурга Бернарда Шоу Я люблю его Не только Как драматурга Но и как Бесконечно Остроумного Одаренного Просто Человека Мужчина Личность Вот Один раз В его жизни Случился Да Эпизод Такой К нему пришел Страховой агент С просьбой Застраховать Его жизнь Шоу улыбнулся И сказал Вы знаете Это абсолютно Напрасный труд Молодой человек Чем аргументировал Он свой отказ Мы так подумали И решили Что Шоу Аргументировал Свой Отказ Тем Что он После своей смерти Страховку получить Не сможет Поэтому дело Бесполезное Ну как Ну семья Зачем жизнь страхует Чтобы семья получила Не принимается Не принимается Пожалуйста Филатова Есть версия Ну У нас есть версия Что он ответил Что Он Настолько велик Что жизнь Его бесценна Не найдется Суммы На которой Можно застраховать Ее Так Чувствую Не то Вопрос Не совсем То есть ответ Не совсем Точный Хотя Хотя Очень близко Но не совсем Зала Теперь мы Сейчас будем Гадать У нас тут Всего-то Друзья мои Вперед Не ударим Не ударим В грязь Яцом Ну что Вы Считал Что он Бессмертен Спасибо вам Замечательно Ну а теперь Мы позволим Себе Вот Протестировать Молодое поколение Давай Митя Попробуй ты Что-нибудь О своих Каверзных Вопросах Ну мне Бо хотелось Задать Вопрос Связанный Замечательной Страной С Израилем Я там Недавно Был И все Конечно Знают Что Одна из Самых Главных Религиозных Достопримечательностей Израиля Стена Плача Каждый Имеет Право Написать Самое Сокровенное Желание Оставить Его Между Камнями Этой Стены И когда Я подошел К этой Стене И начал Писать Свою Записку Ко мне Подошел Служитель И сделал Запрещающий Жест Рукой Я не Понял Этот Жест И продолжал Писать Тогда Служитель Отобрал У меня И ручку И листочек Почему Он это Сделал Пожалуйста Филатовы Ну Может быть Там Как говорится Мужчины И женщины По разным Сторонам Этой Стены Кладут Свои Пожелания И вы Хотели На женскую Сторону Нет Простите На женскую Сторону Вы абсолютно Правы В том Что мужчины И женщины Находятся По разные Стороны Но Митя Все таки Как бы Уже Понимает Свои Отличительные Особенности И он Находился На мужской Половине Так Команды Нижник Есть какая Нибудь Версия Пожалуйста На идиш Да Но у меня Есть такое Подозрение Что записка Обращена Богу А Бог Он как бы Разберется И без этого Итак Почему Почему Был сделан Запрещающий Жест Когда Митя Пытался Написать Перед стеной Плаща Записку Может быть Это было В субботу А в субботу Там нельзя писать Абсолютно точно Браво Это был Шаббат Браво Вы абсолютно Точно Сказали Я поздравляю Зрительный зал С такими Блестящими Эрудитами Пожалуйста Следующие вопросы Мы ждем Наверное Всем известно Что Чем И замечательная Актерская профессия Что в течение Ну Тех лет Которые Ты Соприкасаешься С Персонажами Произведений Литературных Драматургических Ты проходишь Какую-то Определенную Психологическую Физическую Подготовку Особенно Это требует Работа В кино Там приходится Овладевать Многими Ну Не в буквальном смысле Но Основами Многих Профессий Ну и вот Сейчас В кинематографе Мне Предстоит Сыграть роль Которая Требует Невероятных Психофизических Усилий И Невероятной Специальной Подготовки Я думаю Что вряд ли Подобные Скажем так Эксперименты С актерами Проводились Мне бы хотел Задать вопрос Что это за роль Ну и уж Совсем Дополнительно Кто об этом знает Чуточку больше Что это за проект Я имею ввиду Кинопроект Пожалуйста Версия Филатовых По-моему Вы должны играть Космонавта Ответ принимается Спасибо И этот проект Должен сниматься В космосе Насколько я знаю Нет Так В этом В этом как раз Вся суть Да Потому что Космонавтов Многие играли Но никто В процессе игры Космонавта Не летал в космос Да Вся специфика Этого Ну на первый взгляд Фантастического проекта Вы абсолютно прав Мне предстоит Сыграть космонавта Действия происходят На орбитальной станции Космической И вот Ну вся Скажем так Необычности И фантастичности Этого проекта В том что Его Собираются Осуществлять В реальных условиях Спасибо Вы правы Я надеюсь Это не фильм Катастрофа Нет Я тоже надеюсь Спасибо Ну еще вопросы есть Тогда мы ждем Вот Ну наверное Это последний Наш вопрос Поскольку я не могу Делиться опытом папы Я не имею такового Не могу блистать Остроумием Как это делала Фаэн Георгина Раневская Я спрошу про нее Как-то Она Снималась С какими-то молодыми Студентами Или снималась Или играла в театре Ну естественно Она играла Как-то главную роль Они работали в массовке В массовке Или в эпизодах Прошло какое-то время Они ее боготворили И относились к ней Как к божеству Естественно Запоминали ее все В одном из коридоров Какого-то театра Через какое-то время Молодой человек Молодой артист уже Будучи артистом А не студентом Завидев ее в коридоре Бросился к ней И упав на грудь Сказал Фаэн Георгина Я держу пари Но вы меня не помните Как вы думаете Что ответила Великая актриса Вы его выиграли Вы его выиграли Вот Да Спасибо огромное Поскольку Георгина Приклинила Что это последний вопрос Могу я попросить У кого-нибудь из вас В качестве презента Что-нибудь нам прочесть Что я скажу Двенадцатого мая Прическу Изменили вы Мне кажется Я помню Хруст травы Когда еще Давно Но как сегодня будет Вы девочкой Встречали Утро Что я скажу Не все ли вам равно Слова Что говорят В подобные мгновения Не слушают Не понимают Но их ощущают Как прикосновения Что я скажу Не стоит Припираться Скажу Что это ночь И звезды И луна Что это для меня Всего лишь Декорация В которой вы Играете одна Что я скажу Когда мы с вами Вместе Я подберу Десятки слов В которых смысл На третьем месте На первом вы И на втором Любовь Что я скажу Спасибо вам огромное Спасибо еще раз Надеемся Что наша встреча Была не последней Приходите к нам Пожалуйста Может быть Когда-нибудь И в качестве Семьи Играющей Спасибо огромное Еще раз Дмитрий Агриппина И Владимир Стеклов Последний гейм Вместе с двумя Этими прекрасными Командами И я думаю Что мы получим Две минуты Истинного удовольствия Итак Начиная с команды Филатовых Поехали Кипяток в сердце земли Лава Лава Или магма Место прохождения судов Фарватер Фарватер Правильно Грандиозный провал Неудача Фиаско Фиаско Верно Яд по-медицински Токсин Токсин Правильно Этих людей В средневековой Германии Ошибочно принимают За иностранцев Немых Глухих Нет Не пьющих В древности Этот камень использовали Для защиты глаз Дальше Изумруд Судно На котором путешествовал Садко Дальше Ладья Главный знаменитый Рынок Одессы Привоз Привоз Именинный пирог Кулич Каравай Он называется Непременный атрибут Великосветских дам В театре Веер Веер Верный лорнет Еще самая ближняя В звезде Планета Солнечной системы Меркурий Меркурий Только это им Надо было сказать Но ничего А нет Они сказали Все правильно Да Дружно В этом здании Даже днем Можно увидеть Звездное небо Планетарий Верно Автомобильная камера Хранения Багажник Имя девушки В честь глаз Который назван Цветок Анюта Аппарат Позволяющий Слышать Биение сердца Стетоскоп Верно Любовь Меломана Музыка Конечно Время отдыха Парламентариев Каникулы Верно Хранитель Талисман Амулет Оберег Тоже Форма Площадки Для метания Ядра Сектор Верно Животное Открыто Эдуардом Успенским Чебурашка Изобретатель Первого Бутерброда Сэндвич На чужой надейся Освой припасай Обед Оно идет Не двигаясь с места Время Время Верно Музыкально-хореографический спектакль Балет Балет Правильно Птичка тихо плахавшая В гисенинском стихотворении Кто? Нет Иволга Потеря луной своей формы Ущерб Ущерб Правильно Художник рисующий животных Анималист Скорость музыки Темп Правильно Сумка фотографа Кофр Верно Аплодисменты Аплодисменты Обеим командам Тем более что Это последний гейм Закончился практически В ничью А значит Мы можем Констатировать С одной стороны Что команда Семьи Филатовых Прекрасно Выдержала Это испытание В своей Первой Элитарной Игре Но с другой стороны Мы хотим Поздравить Команду Нижник Опыт Наверное Сыграл Своё Эти три очка Можно отнести Безусловно За счёт Этого опыта Браво Браво Обеим командам Пожалуйста Сувениры Памятные подарки От счастливого случая Для команды Филатовых Ну а теперь Аплодисменты И сегодняшним Победителям Команде Семьи Нижник Плестящая команда Которая уже много раз Здесь на этой сцене Показывала буквально Чудеса И сегодня Тоже им Памятный подарок Ну разумеется Как победителям Подарок От счастливого Случая Я воспользуюсь Минутной паузой И всё-таки Чтобы с вами попрощаться Выскажу Последнюю Сегодняшнюю Передачу Мысль Мы сегодня Пытались Посмотреть На нашу игру Посмотреть На счастливый случай С разных Сторон Но мне кажется Что всё-таки Можно констатировать Следующее С какой стороны Не посмотри Всё-таки Телевизионное шоу Викторина Счастливый случай Хорошая передача До встречи На следующей Спартак Кола Наша Кола Спасибо Спасибо